Сегодня концерт одного из самых известных в Сибири рок-музыкантов Дмитрия Ревякина. Правда, теперь он больше поэт, нежели певец. Последний штрих перед окончанием трудоемкой работы. Один умеет писать стихи и музыку, другой все это рисовать. Музыкант Дмитрий Ревякин и художник Владимир Распутин дружат с первого класса. Творческий тандем родился чуть позже. Все альбомы Калиного моста и книги Ревякина оформлял Распутин. Очень хорошо. Вот такие стихи. Очень много написано в Новосибирске здесь. Стихи к третьей книге Дмитрий писал почти 7 лет. В поездах, самолетах, гостиницах, где осенит, там и записывал. Владимира он озадачил рисунками прошлой осенью. Художник говорит, обошлось без творческих мук. В голове сразу выстроились образы, но перенести их на бумагу получилось лишь после настойчивых просьб поэта. Это уже со студенчеством у меня такое вот тянется-тянется, а потом в один прекрасный момент все выплескивается. Как-то мне уже более привычно работать. Кому-то может показаться, что в рисунках есть привет поклонникам Толкиена. Такие же полумистические персонажи. Однако вдохновлял художника друг поэт, вернее его стихи. А формат совместно решили подсмотреть у другого мастера. Хотелось, чтобы книга выглядела как древний фолиант. Была красивой, толстой, коллекционной. Я считаю, что такой материал, который мы наработали с Владимиром, он достоин воплощения именно такого фундаментального, скажем так. Когда весь сверстанный материал готов к печати, друзья осенило. Хорошо бы сделать копию для компьютера и озвучить Калиновым мостом. А цифровая это в компьютере ее смотреть, да? И при этом должна играть музыка. А вот так что? Или может появиться аудиокнига с голосом самого поэта. Этого авторы пока не решили. Валерия Чернышева, Елена Власова, Вести, Новосибирск.